Дорогие друзья, Пейсах продолжается и сегодня мы поучим сиху, беседу любопедческого рэбе про седьмой день Пейсаха, который называется Кошерный Хамец. Используем мы для этого вот эту замечательную книгу на немецком языке и будем спонтанно переводить на русский. Итак, по отношению к седьмому дню Пейсаха мы находим Шульхана Рухи в книге еврейских законов старого рэбе, алтарэбе, очень интересный закон. Там говорится, что праздничная трапеза в последний день Пейсаха до ночи, который идет до ночи, можно приносить на стол квасное. И несмотря на то, что вечерняя молитва еще не прошла и праздник еще не завершился, это Галаха, этот закон разрешает совершенно непонятную ситуацию, особенную ситуацию. Давайте себе представим, мы находимся в празднике и в настроении Пейсаха, внутри этого праздника, в середине этого праздника. И вдруг на стол кладется Хамец. Каким образом можно наслаждаться этим Хамцом? Подобным образом мы также встречаемся с такой ситуацией, если мы о совершенно неподходящих различиях говорим между седьмым днем Пейсаха и последним за границей. По отношению к тому, что мы избегаем во время праздника соприкосновения мацы с водой и не опускаем мацу в воду, потому что это может привести к тому, что образуется Хамец, что заквасится это тесто, заквасится мука, вероятно, которая осталась на нынчайшие какие-то ее частички на поверхности мацы. И когда мы в течение семи дней Пейсаха особенно следим за тем, чтобы такого не произошло, чтобы не намокло маца, в восьмой день Пейсаха, в последний день Пейсаха совсем за этим не следится, совсем за этим, совсем не избегают этого. И более того, есть даже традиция макать мацу во все виды пищи, во все блюда, которые находятся на столе. Теперь мы говорим о дне избавления. Так вот, эта курьезная традиция, на первый взгляд, говорит нам, если мы глубоко посмотрим на ситуацию, на проблему, о важном, существенном различии между семью днями Пейсаха и последним днем Пейсаха. первые дни Пейсаха указывают на выход из Египта. Тогда как последний день Пейсаха говорит о полном, окончательном освобождении и находится с ним в связи с ним. Намекает на это нам гафтара, которую мы читаем в этот день. Потому что в этой гафтаре говорится о дне прихода Машииха. И существенная разница между предыдущими днями и днем и цу, и и будущими будущими днями избавления мы видим в том форме, как это преподносится, как это нам видится. Про выход из Египта сказано, что народ бежал. Еврейский народ должен был должен был от от зла бежать и бороться с ним. Когда мы говорим о полном и будущем избавлении, говорится, что спокойно, без суеты будете вы выходить. Потому что зло уже будет побеждено. Всевышний говорит, что нечистый дух или дух нечистоты я уже устраню с земли. Следующая часть беседы называется «Человеческий хлеб». Это мы видим в той тщательности, которую мы проявляем в обращении с Мацой, в обращении с Хамцом. не с Мацой, имеется в виду с Хамцом, безортость. Хамец символизирует гордость, хамец символизирует арогантность, которая является источником всего нехорошего в мире. Мац же является символом скромности и смирения. В первые дни Песоха, когда стремятся избежать зла, нужно полностью исключить Хамец, полностью исключить квасное тесто. Поэтому Мац не должна иметь никакого контакта с жидкостью, потому что вдруг при этом контакте может возникнуть квасное, может возникнуть хамец, что является проявлением гордости и арогантности. В последний же день Песоха уже прошли, мы видим как бы уже будущее освобождение перед нашими глазами, прошли семь дней, в которые мы уже бороли и победили зло. В тот момент, когда мы следили за тем, чтобы не макать Мац в жидкости. Поэтому мы в последний день мочим Мац во всех видах жидкости, во всех блюдах, как выражение того, что даже, не то, что мы не боимся зла, что мы зло превращаем в добро, изменяем его сущность. В совершении нашей беседы есть заголовок «Время без зависти». зависти. Теперь мы понимаем также, почему возникает вот эта наша ситуация. Так как мы первые дни Песоха боролись со злом, и так как мы ожидаем другую эру, эру освобождение, в которой зла не будет совсем, никто не будет его знать. Мы можем в этой ситуации хамец превратить в добро и даже говорить об этом с наслаждением, что у нас праздник Краснова. И вся полноценность этого превращения, мы увидим эту полноценность, когда придет окончательное освобождение, когда придет Машиев, где зло и все нехорошее и негативное будет полностью извнано из мира, и как сказано, не будет ни голода, ни войн, не будет ни зависти, не будет никаких соревнований, и мир мир, не будет больше ничем заниматься, кроме того, как узнавать божественную природу, божественную сущность. Всего Всего доброго. субтитры субтитры